На этой ферме полная демократия, шутят работники. Коровы здесь вольны в своих проявлениях. Скотину принципиально не привязывают. Буренки свободно передвигаются по стойлу, да и лежат, когда хотят. Кстати, молока так получается больше. На Западе уже давно перешли на беспривязную технологию выращивания. Но дело здесь не только в любви к коровам. Людей на такой ферме работает меньше, а значит себестоимость продукта ниже. Привяжи корову, отвяжи, под ней надо убрать, почистить под каждой. Иногда для скота это немного комфортнее, хотя это тоже спорный вопрос. Но если на такой же ферме работает 20 и более человек при привязанном содержании, то здесь 8 человек. Одна корова на такой ферме сейчас дает 22,5 литра молока в сутки. И это отличный показатель, тем более для молодых буренок, рассказывает фермер главе региона. Молочное животноводство на Кубани – одно из главных направлений в сельском хозяйстве. Быстрых денег здесь не бывает. И условия, созданные сейчас, дадут свои результаты лет через пять. Поэтому необходимо вкладываться в новые технологии, уверен губернатор. В этом случае огульное открещивание от Запада импортозамещению не поможет. Если к фермеру американскому приехал, он только утром компьютер нажал, а у него уже консалтинговая фирма ему дала, сколько надо дать концентратов, каких и так далее. Они уже упреждают и применяют меры в животноводстве. Главное, не какая порода, а условия. Условия важны для жизни человека, условия для фермера, для животновода и условия для того, чтобы скот на самом деле был здоровым и давал большое количество молока. Но даже тепличные условия не всегда дают желаемый результат. На отрасль цветоводства, например, внимание уделяют не так часто, рассказывает Венемино Кондратьево уже в семье Костюченко. У себя во дворе фермеры выращивают 30 видов цветов, в том числе и на рассаду. Сложности со сбытом тормозят бизнес. В Краснодар, признаются, цветоводы их не пускают. А при госзаказах выбор почти всегда падает на импортную рассаду. Сегодня абсолютно верно говорить, что закупают рассаду импортную, она погибает. Но рассада погибает. Мы еще и заразу зовут. Абсолютно верно. Но вот рассада погибает, а чиновники живут. Понимаешь, в чем вопрос? Которые ее покупают. Опять покупают. Да, а потом опять и еще раз покупают, и еще раз покупают. С этим надо назначено завершить. То есть таким образом поставить на ближайшей планерке вопрос, чтобы рассада максимально закупалась у тех, кто производит ее на территории края. Неважно, цветы или молоко. Один из главных показателей того, хорошо ли себя чувствует кубанский производитель, ассортимент на полках магазинов. Вениамин Кондратьев во время объезда по Брюховецкому району заходит в один из супермаркетов. Жители рассказали губернатору, что здесь почти все продукты отечественные. Хороший магазин. Магазин удобный, комфортный. Все можно в нем купить, самое главное. И здесь, в Переясовской странице. И никто ничего не говорит о том, что что-то не так. Вы постоянный покупатель могли? Ну да, я здесь рядышком живу, все время здесь купаюсь. Надо четко говорить о том, что магнит, на самом деле, это тот магазин, который у дома, который необходим. По крайней мере, в нашем крае. После объезда глава региона встречается с местными жителями. Это уже стало традицией. Как и обещал Кондратьев, даже после выборов формат общения не меняется. О проблемах в районе говорят сами люди. Плохие дороги, перебои с водой, нехватка спорткомплексов, дефицит медиков в больницах. В бригадах скорой помощи нет фельдшеров и санитаров. И врачам центральной больницы приходится работать в одиночку. Показатель 70% укомплектованности врачами нас сегодня не устраивает. Хотя мне и говорят, что это неплохой показатель, но нас этот момент не устраивает. Теперь возвращаемся к системе, когда с района направляют мединститут выпускников в школу. И они в рамках контракта должны возвращаться в район. То есть я думаю, что здесь не глупые мальчишки и девчонки, которые запросто могут быть врачами и быть в своем районе. У нас сегодня есть норма, согласно которой район направляет в медакадемию нашу, краснодарскую, допустим, выпускников. Она доведена до глав, чтобы они понимали, что это не только блатных и крутых надо направить, но и реальных детей. В медакадемии она готова сегодня, мы четко договорились с ректором, о разнарядке. Что теперь мы принимаем, как в старые советские времена, детей по направлению от района, выпускников школ. Для того, чтобы они обучили и естественно в эти уже выпускники вузов вернулись в район. Разговор о наболевшем затянулся почти на два с половиной часа. Большинство из озвученных проблем можно было решить самому муниципалитету, считает губернатор. Но районная казна больше, чем наполовину, сегодня зависит от краевых средств. Чтобы исправить ситуацию, Кондратьев предлагает использовать резервы в сельском хозяйстве. Так, например, набрать обороты в молочном и мясном производстве. Это позволит не только району успешно развиваться, но и вернуть славу, как самого аграрного в крае. Александр Иванченко, Мария Крошина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Брюховецкий район.